МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Однажды у человека спросили, кем ты работаешь. Официантом ответил тот, ну и как? Отлично! Целый день провожу в ресторане, а мне за это еще и платят". Голубчик, сделайте-ка одолжение, принесите-ка рюмочку водочки. Эти слова часто можно было слышать в доэволюционных пятийных заведениях России. Обращены они были к официанту, ибо с латыни это слово и означает должность, одолжение. Эта профессия существует уже более 6 тысяч лет. Еще на фресках египетских пирамид изображены люди, которые подают еду к столу фараонов. Видимо, они и были первыми официантами. В рестораны, кафе, столовую люди приходят не только за тем, чтобы у италии голод, а также встретиться с своими друзьями, знакомыми, пообщаться, уйти от поседневных забот, от напряжения, отдохнуть. Если вспомнить историю, то еще в городах и славянских поселениях открывались корчмы, куда приходили не только поесть и выпить. Там творились земские суды и доводились до народа важнейшие новости. Корчевники имели немалые доходы и платили подать. Официанты в России появились в 19 веке. И в это время в России был один единственный ресторан европейского типа. Это славянский базар. А все остальные до этого и остальные – это были трактиры, бары. В те времена официанту полагалось носить фрак, белый жилет, галстук, бабочку и перчатки. Быть побритым и постриженным. В отличие от половых, которые обслушивали посетителей в трактирах и были одеты в белые рубахи на выпуск и острижены по-русски, в скобку. В трактирах обязанности официанта выполняли половые. Этому ремеслу они обучались в течение четырех лет. Были помощниками, уборщиками зала и являлись посудомощницами. Для этой цели мальчиков брали и селян. Вначале они были подсобными рабочими и осваивали азы профессии. Потом молодые люди постепенно обладевали наукой подачи блюд, правилами расчета и, главное, навыками работы с клиентами. Когда заходят гости в заведение, первым, что делает официант, это встречает. Встречает, приветствует гостя и приглашает его сесть за указанной столикой. Чтобы у гостей было понятно, что я официант, у каждого заведения есть определенная униформа. В данном заведении у нас такая униформа и бэджик с указанным именем официанта. Работа официанта достаточно напряженная. График может быть скользящим. Рабочий день начинается утром, а заканчивается за полночь. Часто приходится обслуживать гостей выходные и праздничные дни. Официант должен быть очень физически выносливым, ловким, потому что, когда гости приходят на бизнес-ланч, у них час обеденного перерыва не приходит, и они очень быстро должны все покушать и побежать обратно на работу. И при том, когда очень полный зал, очень тяжело это проходить, выходить. И с разносом очень физически сложно работать. От личных качеств официанта зависит не только размер его чаевых, но и репутация заведения. Поэтому он должен быть вежливым, приветливым, эмоционально устойчивым. Ведь гости бывают разные, и у каждого свои предпочтения. И официант должен сам подобрать, подсказать человеку, что он желает. Официант по мере необходимости меняет скатерть и салфетки, поддерживает чистоту в зале. Он сервирует столы, принимает участие в оформлении зала, праздничным мероприятиям. Основная обязанность официанта – это прием заказов посетителей. И нужно по максимуму подобрать гостю, что он желает. Если гость заказывает мясо, то лучше всего подойдет к мясу красное сухое вино. А если морепродукты – это розовое вино. Если белое, то лучше всего подходит к рыбе. После этого официант должен оперативно и точно передать заказ повару или бармену. Кроме того, контролировать процесс приготовления, внешний вид блюд и своевременно подавать их гостям. Официант обязан знать правила этикета. Скажем, если приходит в заведение семейная пара, папа, мама и ребенок, то первым делом, если ребенок старше 10 лет, то подается меню первому ребенку. Потом женщине и мужчине. Только настоящий профи не задумывается, с какой стороны поставить пирожковую тарелку, а с какой положить нож для рыбы. Под каждый вид напитка подается свой определенный бокал. И также под каждый вид блюда, будь то салат, будь то горячее блюдо, подаются определенные прибои. То есть вилка, ножик или ложка столовая. Определенные прибои. Остроумие, наличие чувства юмора, широкий кругозор – дополнительные бонусы в работе официанта. А обслуживание класса люкс подразумевает знания иностранного языка, как правило, английского. Официант должен также разбираться в отношениях психологии. Ведь грамотный подход к гостю помогал избежать неких конфликтов, так скажем. В Европе официантами идут примерно после 30. У нас же в России зачастую карьера официанта начинается с 18 лет. Среди официантов назначают старшего. Им становится, как правило, самый опытный работник, прекрасно знающий свое дело. Разумеется, не все заведения могут предложить хорошо обученный персонал. Некоторым заведениям это и даром не надо. И гостям, посетителям, которые приходят в заведение, зачастую это даже ни к чему. Ведь они считают официантом, это так, пронес – подал. Тем не менее, за хорошо подал нередко дают чаевые. Кстати, само слово сочетание на чай появилось и прижилось в русском языке примерно в 40-х, 50-х годах 19 века. В толковом словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова это выражение объясняется как «награждение за мелкие услуги сверхжалования». Согласно старой легенде, завезенный голландскими копцами в Англию чай стоил так дорого, что превратился в напиток для элиты. В 30-х годах 18 века среди высшего света было популярно проводить послеобеденное время в особых чайных садах. Это были небольшие цветочные сады с музыкой и танцами. Они открывались в мае и принимали посетителей вплоть до начала дождливой осенней поры. На столиках стояли маленькие деревянные коробочки с надписью «Тип». Посетитель, когда получил горячий чай, как можно быстрее бросал монету в коробку. Так зародилась западная культура оставлять чаевые. А на английском «Чаевые типс» – «Чаевые деньги». Деньги на чай. В то время «Чаевые» сдавались в общую кассу и в конце рабочего дня делились поровну между всеми работниками. «Чаевые» до сих пор приняты не во всех странах. Так, например, французы и австралийцы расплачиваются в ресторане ровно по счету. В Израиле считается хорошим тоном давать на чай 10% от суммы счета, а в США сумма вознаграждения достигает 15%. Кстати, есть анекдот в тему, которым я и хочу закончить программу о нелегком, но интересном труде официанта. Как-то одного опытного представителя этой профессии спросили, какова главная мечта его жизни. На что он ответил, чтобы гости ели дома, а чаевые прислали мне по телеграфу. Жаль, что это только мечта. Редактор субтитров А.Семкин